Всем привет! Настя, что он у себя вырубил мне мой фильтр? Я такая должна быть красивенькая! Короче, я сегодня без макияжа. Тема «Бархатный песок». Обещала, в прошлый раз не показала, перепутала темы эфиров. Сегодня будет «Бархатный песок». Это материал, который сейчас очень редко используется. Я хотела, чтобы мы сегодня о нем вспомнили. Поставьте плюсики, у кого есть «Бархатный песок». Сейчас мы его откроем. Они коробочки разные были, за последние несколько лет мы их периодически меняли. Сейчас пока продается вот такая большая упаковка «Бархатного песка», но мы планируем сейчас в ближайшее время переупаковать, сделать в пакетиках и там по граммовку сделать буквально 5 грамм. Небольшой объем хотим сейчас продавать песка. Вот, поэтому пока вот такая огромная упаковка вместе с щеточкой, с коробочкой. Конечно, в коробочке очень удобно работать. Вот, с пластиной для бархатного песка. Вот, так. Ну, у многих есть, кто сегодня на прямом эфире. Причем «Бархатный песок» — материал, который можно использовать как технику также и в весенний-летний период. Хотя, в принципе, сейчас все-таки еще зима. И актуальность вязаного маникюра, оно имеет место быть. Вот, и для вязаного маникюра он, конечно, идеально подходит. Но, если, например, не хочется делать свитерок на ногтях, можно делать, например, даже какие-то цветочные композиции и выглядит это очень прикольно. А можно как элемент просто добавлять местами. Самое, конечно, вот такое классное, когда я еще работала мастером, я любила бархатным песком делать леопард. Вот, не знаю, мне кажется, очень здорово. Это просто, и прям такие натуральные ногти получаются, с таким животным принтом. Вот, «Бархатный песок» где встречается? «Бархатный песок» встречается только в одном, по-моему, курсе. Это курс ТОП-10. Да, там я показаны разные варианты, и причем я показываю что-то с трафаретом, а что-то от руки. Ну, в основном там вязаные ногти я показываю, как делать именно от руки, как там делается подмалевок. Вот, и потом уже отталкиваясь от подмалевка делается рисунок вязаного свитерка. Так, ну, мы сейчас с вами один вариант сделаем из курса ТОП-10. Давайте сейчас посмотрим. Так, итак, бархатный песок. Сейчас я отключу. Если она здесь, у меня три типса отсутствуют, я оторвала. Это здесь, видите, типсов с фтиркой не хватает. Курс ТОП-10 получился, кстати, самым огромным. Я когда в девятнадцатом году перезаписывала все курсы для пакета Эми Мастера, я перезаписывала огромный объем курсов. Часть курсов я так и не смогла уже физически перезаписать, потому что это настолько оказалось для меня сложно, потому что тот объем курсов онлайн по дизайну, который я перезаписала в девятнадцатом году, он и так огромный получился. Вот, например, курс ТОП-10, он самый большой. Вот, все типсы, которые вы сейчас видите на платшетке, вот они абсолютно все показываются в курсе. Вот, поэтому здесь упор идет именно не на роспись, здесь упор идет на вспомогательные материалы. Ну, понятно, что через элементы росписи. Конечно, курс ТОП-10 рекомендуется проходить после художественной росписи, потому что здесь линии абстракции, леопард, какие-то мазки, вензеля. Элементы росписи, они есть, видите? И поэтому, конечно, если вы совсем рисовать не умеете, можно попробовать пройти этот курс, на самом деле, потому что есть очень много вот таких, видите, простых вариантов, где роспись, она как таковая не нужна. Я вот за это очень люблю курс ТОП-10, где, вот видите, ну как навыки художественные не везде нужны. Это вот как раз типсы из курса, видите, вязаный маникюр. Выглядит, здесь они нарисованы вручную. Я сейчас на смартфоне снимаю и понимаю, что айфон намного круче снимает, кстати. Я вот уже все лампы выключила, а он, сволочь, все равно забеливает мне все эти типсы, особенно с этим, с бархатным песком. Ну прикольные вязаные. Я хотела сейчас сделать вот такой вариант. Сейчас мы его попробуем оторвать. О, оторвался. И я хотела еще сделать цветочный. Еще раз напомню, рекомендую сейчас обратить внимание на набор бархатный песок, потому что мы сейчас его остатки распродадим и перейдем на очень маленький объем без коробочки. Будем продавать бархатный песок, поэтому пока вот есть возможность его купить с коробочкой, вот обязательно воспользуйтесь. Здесь видите, идет огромный объем. Можно, кстати, купить на двоих, на троих, поделиться с подружками в салоне. Вот. Что такое бархатный песок? Если присмотреться, это такая крошка, прозрачная на самом деле, имеет определенный размер. Кажется, что это манная крупа, но прозрачная, мелкая соль. Видите, я помню, когда я сделала эту технику, бархатный песок, все решили, что я работаю акриловой пудрой. И тогда параллельно появилась еще одна технология вместо бархатного песка, потому что бархатный песок нельзя было нигде купить, кроме как у компании Эйми. Вот. И это даже название было оригинально, оригинально. Такого названия, вот сочетания. Мы когда придумывали бархатный песок, это звучало очень странно. Сейчас это странно не звучит. Тогда все перешли, многие, чтобы пытались повторить, акриловой пудрой засыпали, но вот такого эффекта не было. Акриловая пудра, во-первых, ногти пачкаются, потом очень сильно. И отмыть нельзя. С бархатным песком тоже пачкается, но легко отмывается. Акриловая пудра, она просто прилипает и становится матовый рисунок. А здесь, видите, крошка прилипает и появляется такая дырка. Потому что здесь очень важно, после того, как песок сполимеризовали вместе с краской, нужно этот песок обратно в коробочку ободрать. Поставьте, что вы поняли. Это очень важный момент. Бархатный песок, как многие думают, что он типа остается на поверхности краски. На самом деле, он не должен оставаться. Я специально сейчас показываю фотографию. На фотографии очень хорошо видны дырки. Дырки, которые песок оставляет следы на краске. Вот поэтому вот этот размер, он очень удачный. Видите, потому что прям такие явные дырочки остаются. Вот здесь очень важно ободрать все остатки бархатного песка. Все прям идеально не обдирается сразу. Но там во время жизнедеятельности через один-два дня это все благополучно смывается и остается вот именно такая линия дырявая, что создает эффект такой ткани бархатистой, волосистой ткани. Поэтому бархатный песок здорово применяет для каких-то фактур. Так, ну все, я, в принципе, рассказала. По факту, что это, девочки? Это полимер. Это полимер. Полимерная крошка, которая имеет мелкий-мелкий размер. Так, ну давайте. У нас же лето. Я предлагаю делать мой импульс по этой яркой коллекции. Будем сегодня работать с вами. Вчера была презентация этой коллекции. Старт продаж уже есть на amyshop.ru. Есть уже у некоторых дистрибьюторов, а к некоторым дистрибьюторам она едет. Здесь в подарок идет вот такой шармикон смайлы и голубая фольга. Понятно, что есть здесь ложечки, здесь сбоку кладутся. Только вы их сами потом выкрашиваете и наклеиваете наклеечку. Наклеечки здесь тоже идут. Так, предлагаю вам сделать первый вариант вот такой, как на типсе, нежненький. Да? Блин, вот смотрите, вот если бы был айфон, было бы намного круче передача фактуры, потому что такое чувство, что этот телефон, смартфон, он фильтрует. Он как будто автоматически еще фильтр накладывает. Не видно, как тут красивенько. Так, ладно, поехали. Берем подставочку. Берем потафикс. Это скотч для бумаги. Не портит обои, это очень удобно. И делаем фон. Какой же сделать фон? Я предлагаю, наверное... Нет, буду нежный делать. Давайте нежный сделаем. 367-й. Это красивый цвет лаванды сиреневый с персикового, с золотистым таким шиммером красивым. Шиммер очень красивый и симпатичный. Вот. На что делается бархатный песок? На что он сыпется? Ну, самое главное, первое, что вы должны понимать, можно, в принципе, сыпать бархатный песок на гель-лак, но я не рекомендую. Во-первых, эффект держится недолго. Во-вторых, гель-лак он никогда объемно вот так не ляжет, как краска гелевая или как эмпаста. Вообще, в идеале лучше брать краску гелевую, но если нет краски гелевой, есть только эмпаста. Это краска без мискости для росписи. Ее просто можно чуть-чуть разбавить, и тогда она идеально подойдет. Смотрите, здесь вот интересный вариант было бы соединить с каким-нибудь украшением с шармиконом. Сейчас я возьму, что у меня тут под рукой есть. Под рукой у меня есть только вот такая штучка. Мы сейчас ее и приклеим. Так как я буду работать с шармиконом, то, соответственно, мне нужен топ-т-класс. Эфир начался в 12.00. Я даже чуть-чуть опоздала на 4 минуты. Эфир обязательно сохраним, не переживайте. Да, я еще больше полюбила айфон. Валер, сейчас снимаю на Настином эфир. Смартфон фильтрует, ты понял? Так вот незаметно подфильтровывает. Где вот какая-то фактурка. Ты не понял? Сам смартфон. Я просто вчера выкраску делала. Например, этот гель-лак вчера показывала. 367 было наоборот. На айфоне видно, что блестит персиком. А здесь вообще даже не видно. Ну, как переливается. Я потом покажу, айфон так не делает. Где? Смотри. Какой-то серебряный блеск. На самом деле он персиково-золотистый. Глянь. Короче, еще раз убеждала, что айфон лучше. Все, не спорь со мной. Настя была в эфире на Amy Official World сегодня утром. Да, тоже обязательно просмотрите эфир потом, когда время будет. Его еще не выложили, скорее всего, но выложат. Так, мы берем небольшой кусочек украшения такого шермикончика. Сейчас сделаем как раз сезон свадеб, преддверие. Будет прикольно смотреться. Можно, понятно, что маникюр цвет ногтей подобрать под цвет невесты. Можно было бы, в принципе, сделать белый, как здесь. Но я взяла лавандовый, тем более цвет лаванды. Это сейчас цвет года. Мы решили сделать такой вот блестящий. Так, сделали. И смотрите, классно, конечно, смотрится на матовом фоне бархатный песок. Хотя типс, который сейчас у меня вот здесь как образец, он здесь у меня на глянцевом фоне. Тоже, в принципе, неплохо смотрится. Так, а второй типс я предлагаю сделать с цветами и тоже использовать технику бархатный песок. Так, какой фон возьмем? Возьмем зеленый, 368. Эфиры сохраненные хранятся у всех аккаунтов. Мы никогда ничего не удаляем. Есть специальная вкладка. Вот есть вкладка, где у человека только постинг в аккаунте. Следующая вкладка как раз это прямые эфиры. Следующая вкладка, это третья вкладка, это как раз где хранятся посты, где вас отмечали. Вот. И четвертая вкладка не помню. Валера, можешь мне открыть какой-нибудь аккаунт Amy Official на телефоне? Сейчас телефон покажу. Сейчас я вам покажу, где хранятся. Не знаю, почему многие не знают, что в инстаграм вкладка на эфиры, она отдельная. Что даже если в ленте он не отображается у аккаунта, то он возможно хранится во вкладке прямых эфиров. Так, здесь предлагаю взять сейчас Teclas и сделать украшение. Сделать украшение. Валера, то что он не подписан на имя Фишлборд. Вот она вкладка. Смотрите, ой. Смотрите, вот эта решетка, это говорит о том, что это постинг сам. Потом идет... А, я перепутала. Смотрите, это рилсы идут. Видите, открываете, здесь только рилсы. Треугольничек. Раньше это здесь был телевизор. Я не знаю, зачем они поменяли на треугольник. В треугольник здесь хранятся все прямые эфиры. Вот. Нажимаете и здесь видно... Ой, нет. Например. Вот. Раз. Прямой эфир. Понятно? Что вот он треугольник. Ой, слушайте, девочки. Спасибо, что напомнили. Напишите кто-нибудь тему эфира. Бархатный песок. А я прикреплю это название. Как пользоваться пигментом? Ну, это можно сделать тему отдельную для прямого эфира. Сейчас так на пальцах нет смысла рассказывать. Использование пигмента очень многогранное. И если взять тот же топ-10, здесь техник с бархатным песком, с пигментами очень много. Видите? Разные эффекты. Смотрите, какие эффекты могут быть с пигментами. Или вот такой вариант. Смотрите. Видите? Поэтому с пигментами разные техники. Их нужно рассматривать отдельно. Ну, самый примитив. Пигменты классно втирать на Teclas. У нас сейчас Джейм Теклер временно нет, но он скоро будет. Надеюсь, что Капрелю будет. И я пока, видите, мучаюсь так по одной штучке. Teclas делаем. У нас будет такое полноценное украшение. Спасибо. Получилось такое красивенькое украшение. Теперь, как я и говорила, нам нужно взять эмпасту, так как она густая, и намешать какой-то оттенок. Любой. В данном случае я хочу сделать цвет в цвет. А раз я хочу сделать цвет в цвет, значит, я беру... О! Ну, сразу видно. Белый рафинад расходуется быстрее всего. Поэтому лучше сразу покупать большую банку белого рафинада. Мне цвет в цвет нравится, поэтому я беру мадженту, синий и белый. И сейчас намешаю такой похожий оттенок сирени, на который я буду засыпать бархатный песок. Почему я не люблю использовать в чистом виде под бархатный песок эмпасту? В принципе, тоже хорошо. Но, например, тот же белый рафинад, он достаточно густой, и в него бархатный песок не совсем хорошо проваливается. Поэтому лучше иногда сделать чуть-чуть пожиже просто эмпасту, разбавить ее текласом, и все. Смотрите, какая я негодница, пачкаем. Да, я так... Все, вот можно было бы взять в чистом виде пасту. Вот, но бархатный песок лучше всего провалится в консистенцию буквально чуть-чуть пожиже. Вот я взяла теклас. Прям чуть-чуть добавила. Сейчас мы проверим, я цвет правильно намешала. Нет, неправильно. Так, сейчас мы еще мадженты добавим. Эмпасту, кстати, лучше колеровать не на палитре, а вот так какой-то. А колеровать лучше в палитре в беленькой специальной, с ячейками, чтобы можно было закрыть и до следующего раза оставить этот оттенок. Возможно, он тебе для росписи потом пригодится, чтобы был минимальный расход. Потому что, видите, я же сейчас время трачу, колерую оттенок. И если это еще и удачный лавандовый цвет будет, он обязательно потом когда-нибудь для росписи пригодится. Так, уже ближе. Ну, я думаю, что оставим. Все. И предлагаю сделать такой вот свадебный вариант. Рисуете вот так вот полосочки от толстого к тонкому и ведете их к тому украшению. Вот. А вообще, в идеале, смотрите, не импаста, а краска гелевая. Вот. Но сейчас, в основном, видите, все работают гель-лаками, а не краской гелевая. Да? Вот. Поэтому многие краску вообще не покупают. Вы максимум, что покупаете, это вы импасту покупаете, потому что она для росписи идет. Вот. А были времена, когда гель-лаков не было. Были только цветные гели. И то, когда вот я начинала работать мастером маникюра, и цветных гелей не было. Был только лак. Вот это ты делаешь акриловые, либо гелевые ногти. И покрываешь лачком, чтобы больше ничего не было. Потом появились цветные гели. Ну, они были такие отвратные, полупрозрачные. То есть, с ними там сильно красивый дизайн тоже нельзя было сделать. Вот. А потом появилась компания Эми, которая выпустила роскошные цветные гели, которые мы назвали краски гелевые. Выпустили этот продукт в тюбиках. Это вам для истории. Такая история. Все, берем бархатный песок. И смотрите, сейчас прям в несколько раз засыпаете. Можно листик подставить, чтобы сыпалось на листик. Чтобы расхода бархатного песка не было большого. Ну, отсыпите столько, сколько вы прям чувствуете, что нужно. И вот бархатный песок, он начинает проваливаться в краску, впитываться. И теперь кладете в лампу. И сушите 2 минуты. Все, сушите 2 минуты. И, в принципе, дизайн готов. Его осталось только почистить. Теперь я беру топ-слайдер. Я беру топ-слайдер. Это финиш с липким слоем. И мы его очень любим еще использовать для топ-слайдеров. Многие, кстати, не знают о том, что топ-слайдер это обыкновенный топ. Гибридный, правда. Он гибридный, потому что там в составе лак идет. В принципе, у него нормальный блеск. Он просто, возможно, не настолько устойчивый, как тот же ультрашайн. Но если клиент ходит с ногтями где-то 3 недели, то нормально, хватит. Так, топ-слайдер мы сейчас используем для слайдера конкретно. Смотрите, вот все трафареты какие есть, они все абсолютно могут подойти нам для бархатного песка. Смотрите, можно было бы сейчас, кстати, сделать прикольную рептилию. А я передумала, кстати, делать цветочки. Давайте рептилию сделаем, будет классно. Будет очень классный дизайн. Вязаный маникюр, вензеля, какие-то орнаменты. Вы заполняете им пастой и сыпите бархатный песок. Получается очень круто. И также у нас есть акварельные трафареты. Они тоже идеально подойдут для этой технологии. Но я вот смотрю, мне сейчас не дали акварельные трафареты, девчонки. Надо будет в следующий раз тогда ими поработать. Поэтому сейчас предлагаю вам сделать дизайн с рептилией. Ох, классно будет. Передумала цветочки, короче, делать. Так, сделали. На полноготочка, чтобы долго не работать. Размачиваем водички. Валер, принеси кружечки горячую водичку. Вот такие трафареты лучше в горячей водичке размачивать. Ну, прости. Иногда я тебя, конечно, прошу. Так, пока у нас мне водичку несут, Вы берете опять коробочку. Берете щёточку и начинаете вот так тщательно обдирать. Вот, но даже сейчас, если все крупинки песка не отвалятся, Ничего страшного. Там клиент два дня руки будет мыть, уже все отвалится. Всё, смотрите, видите, что получается? Эмпаста на месте и частички, они практически все уже отвалились. И получается у нас, фактура у нашей краски получается такая дрявая. И это, кстати, хорошо видно почему-то не вот так, когда ты в оригинале смотришь, А когда ты на фотографию смотришь, вот здесь лучше видно. Что она такая истыканная поверхность, что создает ощущение какой-то ткани, бархатистости. Единственное, клиента нужно предупредить о том, чтобы он периодически протирал. Потому что я очень часто с этим сталкиваюсь. Сейчас я вам расскажу смешную историю. Смотрите. Так. Смешная история. Это у меня как-то подружка зимой сделала манитюр. И ей мастер предложила бархатный песок. Она ей сделала, по-моему, просто на ноготь, на весь насыпала. На безымянные и на мизинцы. И она ко мне приходит в гости вот в этот период. Я смотрю на ее ногти, думаю, господи, что за какашки на ногтях. Беру ближе и понимаю, что у нее на двух пальцах каждой руке бархатная поверхность из песка нашего сделана. И она грязная, грязная. Я говорю, Жень, я говорю, блин, это же протирать надо. Она говорит, да, я не знала. Думаю, какой кошмар, зачем она мне это сделала. А, мы были в ресторане. И под рукой было только виски. Мы виски пили. Я вот так вот беру салфетку влажную, беру виски и вот так прямо на глазах начинаю протирать. Она такая смотрит, говорит, блин, если бы знала, я бы протирала. Потому что клиент, представьте, она утром встала, сделала макияж. Ногти уже грязные, понимаете. Тот же матовый топ. Если носить его, то тоже нужно хотя бы тоником для лица протирать. Тоник для лица есть у всех дома. Берете тоник для лица, берете влажную салфетку. У меня сейчас тоника для лица нет, а можно взять евроклинсер. Ремовер, жидкость для снятия лака, гель-лака лучше не использовать. Все. Она раз в два дня там влажной салфеточкой смочила, вот так попротирала. Потому что не все салфетки подходят, если взять ватную, оно начинает вот так вот все торчать. Сейчас я вам покажу, кстати. Нет, девочки, на гель-лак не сыпать. Пересмотрите потом эфир, кто пропустил. Валер, смотри, сломался этот, видимо. Все время падает, не держит. Ладно, потом. Все, видите, я протираю. Сейчас, кстати, еще лучше ушли все ворсинки. Ой, все элементы бархатного песка на поверхности осталось только эмпасты. И она имеет, видите, такой дырявый эффект. Поэтому, если клиент, конечно же, хотя бы раз в два дня протирать это не будет, ну, оно грязно будет. Это как, знаете, купить какой-нибудь шерстяной пиджак, на который все цепляется, и валиком его не проходить, роликом. Вы через неделю будете вся в каких-то катышках, в ворсе, в мусоре. Вот. Здесь то же самое. Куда можно применить жидкий камень гель. Ой, да. Весь nailcruz делается с применением как раз этого материала. Получается 3D-гель шикарный. Это если гель-лак смешать с жидким камнем гель, либо эмпасту смешать с жидким камнем гель. Получается такой 3D-гель, и им классную фактуру делать. Много, кстати, всяких вариантов. Вот я сейчас хочу снять новый курс онлайн, прям такой мини-маленький. Буквально из трех уроков. И там как раз я буду работать с жидким камнем гель. Я такие фактуры буду красивые делать. Вот. Чем протирали, я протерла евроклинсером. На гель-лак нельзя сыпать, еще раз повторяю. Сыпать либо краской гелевой, либо эмпастой разбавленной чуть-чуть текласом. Так. Делаем яркий маникюр сейчас. Такой яркой рептилией. Так. Берем устрабунт. Обрабатываем. Обрабатываем. И перекрываем текласом. Почему я сейчас хочу текласом перекрыть? Я хочу сейчас еще шермикон приклеить какой-нибудь поперек. Вот здесь, чтобы скрыть вот эту границу. Сушим. У нас трафаретов, кстати, очень много. Вот. На Валберисе, кстати, очень много трафаретов распродажи есть. Вот. Они называются. Видите? Наилкрус трафарет. Вот у нас есть под акварель, под джостовскую роспись. Ну, смотрите. Вот это вот все можно заполнять эмпастой либо краской гелевой и засыпать песком. Получается очень здорово. Вот. Поэтому не обязательно брать только рептилию или вязанный маникюр или вот квадратики заполнять. Вот. Или орнаменты. Можно также брать вот эти цветочные трафареты. Так. Ну, у меня под рукой сейчас этот шермикончик украшения. Поэтому я им также и продолжаю работать. Предлагаю. Сейчас, девочки, это у меня с телефоном. Беда сегодня. Все. и сейчас предлагаю сделать именно глянцевое покрытие без матового топа чтобы фольга блестела будет красиво сушим и смотрим смотрите я не могу сейчас взять этот же гель лак потому что на гель лак не очень красиво получается вот и для этого мне нужно получить какой-то зеленый оттенок из эмпасты конечно это сложно делать тем более тут видите такой зеленый он достаточно яркий хотя у нас есть неоновая эмпаста давайте например возьмем вариант если нет неоновой эмпасты возьмем желтый возьмем зеленый юля или настя кто там есть а принесите мне неоновый пигмент зеленый сейчас покажу вам как сделать такой оттенок если нет неоновой эмпасты а нужно что-то более яркое я вот сегодня работаю на эфире только набором классическим эмпасты смотрите пигмента много нельзя добавлять иначе не просохнет паста эмпаста вот он этот набор вот в этом наборе понятно что нет неоновых оттенков неоновые эмпасты они у нас отдельно продаются я вам сейчас предлагаю вот такой похожий оттенок попробовать получить при помощи добавления чуть-чуть пигмента сейчас еще беленькой эмпасты добавлю так переборщила валер это свера мирошниченко сегодня больше уроки записывать для клуба нет я просто думаю убирать за собой или можно все побросать все и пошли и сейчас будет классное сочетание получается вот этой фольги которая будет светиться через бархатный песок тут очень хорошо с трафаретами работать кто рисовать не умеет мне то кто умеет рисовать рептилию можно рисовать от руки тоже красивый эффект получается и И также ставите коробочку. Кто-то сейчас пишет необычный дизайн. У Эмми в арсенале очень много необычных дизайнов. Сейчас просто видите эра быстрых дизайнов. Ни мастера, ни клиенты не хотят делать какой-то эксклюзив, что-то сложное. Сейчас в основном все стараются что-то такое быстренько. Ляп-ляп-ляп и отпустить клиента. Так как наша компания, мы когда-то начинали только с дизайна ногтей. Материалы у нас продавали столько для дизайна ногтей. У нас не было ни гель-лаков, ни классические гели для моделирования. У нас только материалы для дизайна были, потому что мы специализировались на технологиях дизайна. И за 10 лет в Эмми я придумала очень много техник. И основной такой, знаете, не все конечно, но большая часть техник собрана именно в курсе топ-10. Обязательно сейчас в сторис повешу этот курс со скидкой. Прям рекомендую. Особенно кто любит конкурсы либо какие-то творческие работы делать на ногтях. В бархатном песке можно что-то будет интересное, подчеркнуть вам какие-то идеи. Получается такая рептилия с золотом. Дорого-богато. Но кто не любит дорого-богато, можно было перекрыть матовым топом и тогда золото оно будет таким с эффектом сатина. Не будет блестеть. И представьте, можно было бы один ноготь сделать вот так вот полностью. Еще раз напомню, что нужно обязательно протирать клиенту периодически. Потому что она кушать, приготовить свекла, морковка. Она тональный крем нанесла на лицо, то же самое. Оно все пачкается. Вот. Это как с бархатной одеждой. Она тоже пачкается. Ее постоянно нужно роликом проходить. Все, на этом наш эфир подошел к концу. Сейчас в сторис повешу курс топ-10 со скидкой. Вам хорошего настроения. Обязательно попробуйте бархатный песок сейчас в весенний-летний период, потому что это тоже имеет место быть. Здесь самое главное грамотно все сделать. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok